Как вы уже начали правильно подмечать, к сожалению, сейчас лето и выходит очень мало годных игр. И тем не менее, мы пытаемся найти что-нибудь интересное для вас, потому что, к сожалению, у нас не то положение, чтобы мы не могли делать обзоры. Но благодаря этому мы находим такие интересные проекты, как сегодняшний экземпляр, а именно ремейк легендарного Ривена 97-го года, который, в свою очередь, является сиквелом еще более легендарной игры под названием Myst. Да, с этим обзором мы, опять же таки, припозднились, но я пытался тщательно пройти эту игру и даже сделал это на платину, вот, бруф. В оригинальную игру я не играл, поэтому этот обзор будет именно, знаете, как такой свежий взгляд на свежую игру. Ну что, народ, поехали! Ривен — это яркий представитель головоломок, совмещенный вместе с жанром бродилок и некоторого пиксель-хантинга. И, скорее всего, вы, если так же, как и я, не играли в оригинальную игру, то изначально вообще не будете понимать, что вокруг происходит и как в это играть. Но как только вы найдете вот этот, знаете, первый ключик в своей голове, сразу же клубок игры начнет распутываться. Расстроен многих, наверное, но здешние загадки во многом, особенно на нумерацию, рандомизированы. И вы не сможете посмотреть просто чье-то прохождение и тупо сделать так же. Здесь так не работает. На самом деле, в эту игру я бы посоветовал поиграть людям, фанатам жанра Souls-like, потому что, на мой скромный взгляд, удовольствие, которое вы получаете при убийстве босса, в десятки раз перекрывается ощущениями от решения головоломок в этой игре. Чтобы пройти нормально Ривен, вам необходимо вспомнить старую школу ручки, листка и зарисовки. Да, в этой игре есть механика, скорее всего, она именно современная, чтобы вы могли сделать скриншоты и даже их подписывать. Но, на мой взгляд, все-таки именно когда вы сами зарисовываете, вам гораздо проще будет ориентироваться в этой информации. В целом, все прохождение игры будет заключаться в том, что вам необходимо будет сопоставлять свои теоретические задумки на практике. То есть, вы увидели какую-либо информацию, вам необходимо будет ее держать в голове, либо, опять же-таки, вам нужно будет ее записать, зарисовать, чтобы впоследствии использовать эту информацию. Самые сложные загадки тут, как я и говорил, на нумерацию. То есть, вам изначально нужно будет понять, какие численные значения у местных цифр. То есть, вам нужно будет решить некоторые головоломки, сопоставить некоторые данные. И при помощи того, что вы уже будете понимать, какой символ соответствует какому числу в нашей реальной жизни, так уже и нормально пойдут решаться финальные головоломки в игре. И, казалось бы, чисто технически игра вроде и не сложная, но как только начинаешь в нее играть и разбираться, непроизвольно даже хочется как-то шляпу снять перед разработчиком, как-то все здесь кайфово сделано. В графическом плане игра красивая, но и на момент 97-го года оригинальная игра была тоже очень красивой, и мне кажется, что художникам и здесь удалось прям хорошо передать атмосферу. Особенно, мне кажется, в эту игру надо прям нормально так играть в VR, потому что здесь такая функция есть, и мне кажется, так еще бы сильнее бы она раскрылась лично для меня, но у меня в VR, к сожалению, нет, чтобы так оценить ее. Очень хорошо здесь передан дух именно какой-то, знаете, потусторонней цивилизации, и банально, когда ты начинаешь все эти численные значения изучать, ты как-то даже невольно проникаешься именно вот этим каким-то чуждым для тебя народом. Пролагивания существуют. В основном они как раз-таки происходят в момент, когда вы посещаете остров, когда вы уже просто на этом острове находитесь, уже более-менее как-то все проходится. Но как только вы опять-таки перемещаетесь на другой остров, к сожалению, пролагивание есть, но все это на самом деле не критично. Музыкальное сопровождение тоже мне запомнилось, и прям, знаете, органично все сделано, и, конечно же, максимальный респект разработчикам за то, что здесь есть русская локализация, потому что без нее было бы гораздо сложнее пройти Ривен. Про сюжет мне будет сложно говорить, потому что я не играл в Мист. Хотя, как я понимаю, что Ривен — это прям прямое продолжение Миста, и поэтому сюжет продолжается с того момента, на котором он закончился в момент прохождения Миста. Но, как я понял, основной конфликт сюжета заключается в взаимоотношениях местного антагониста в виде Гена и его сына, который нас и отправляет в этот мир Ривена. Нам необходимо будет спасти боевую подругу сына, также заточить этого самого Гена и спасти народ, населяющий Ривен, чем мы, собственно говоря, и будем заниматься всю игру. В игре существует несколько концовок разной степени паршивости, как для нашего главного героя, поэтому здесь тоже надо будет адекватно к этому всему подходить. Но мне на протяжении всей игры было интересно наблюдать за местной историей, хоть изначально она и подается в виде записок в основном, но к концу уже появляются какие-то кат-сцены, за которыми еще интереснее наблюдать. Да, эта игра явно не для всех, и мне кажется, что мало людей, которые смогут ее оценить. Но мне кажется, что если у вас как минимум есть VR, то точно стоит попробовать в нее поиграть. Если вы ищете себе какую-то оригинальную игру, и чтобы в ней были какие-то механики, но чтобы она не была уже душной и не требовала к себе внимания на 50 часов, как местные открытые миры, которые у нас уже постоянно эти выходят, эта игра определенно точно вам подходит. И я бы даже сказал, что вот именно как фанатам соус-лайков, которые любят хардкор, вот здесь все-таки хардкора побольше, если вы именно будете думать своей головой. От меня 9,5 баллов из 10, полбальчика чисто схинул за вот такие технические помарки, но они не критичны. И вот можно сказать, что это такой, знаете, скрытый алмаз игровой индустрии в этом году. Ну а на этом, дорогие друзья, все. Всем большое спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать свои комментарии. И помните, we are junior.